Музыка Музыка Меня зовут Мария Пресман. Здравствуйте! Я практикующая ведьма. Испугались? Напрасно. Слово «ведьма» происходит от слов «ведать» и «вести». Вспомните старые сказки, которые нам читали в детстве. В избушку к ведьме приходит заблудившийся путник в трудный период своей жизни в поисках ответов на самые сложные вопросы. В поисках своего пути. И что он получает? Он получает клубок с путеводной нитью. Он получает возможность найти самого себя и свою дорогу. На протяжении многих лет я занимаюсь картами Таро, нумерологией, биоэнергетикой. И помогаю каждому, кто приходит ко мне, найти свою дорогу, найти верное решение. Более того, я стараюсь научить каждого управлять своей судьбой. И если вы сейчас со мной, если вы меня слушаете, значит, пришло и ваше время научиться управлять своей судьбой. Научиться исполнять свои желания, а не ждать, что кто-нибудь когда-нибудь придет и это все за вас делает. Когда мы учились в школе, мы изучали с вами физику, математику, грамматику. И одному очень важному предмету нас все-таки не научили. Умению жить. Умению жить гармонично, свободно, счастливо. Мы не знаем, почему мы попадаем порой в те или иные ситуации. Почему в нашу жизнь входят люди, с которыми мы потом начинаем конфликтовать. Хотя, казалось бы, в самом начале вот такие отношения, такая дружба, такая любовь, такие надежды. И вдруг в какой-то момент они разрушаются. Кто-то виноват или что-то виноват. Для того, чтобы это определить, у нас существуют такие инструменты, как нумерология и карты Таро. Нумерология позволяет просчитать индивидуальный код судьбы и удачи. Посмотреть, что, когда можно и стоит начинать, и что, как можно изменить в жизни человека, чтобы жить немножечко легче, немножечко счастливее. А карты Таро позволяют не только получить информацию о вашем прошлом и настоящем, но, что очень важно, позволяют заглянуть в будущее и рассмотреть варианты развития вашей судьбы. И выбрать именно тот, который бы вам больше всего хотелось, в котором кажется, что вот вы действительно будете счастливы. Кроме карт Таро и нумерологии существуют еще очень многие инструменты для определения своей судьбы и управления своей судьбой. Это и камни, и маятник, и свечи. Есть различные ритуалы с зеркалами, со свечами, с воском, которые помогают нам стать счастливыми. Именно этому я хотела бы научить каждого из вас управлять своей жизнью, исполнять свои желания, чтобы вы могли в любой момент вашей жизни знать, что ваша судьба и ваша удача с вами. Если это вам интересно, то мы обязательно продолжим разговор об этом. Субтитры создавал DimaTorzok